Добрый день, дорогие мои подписчики! С вами снова, как обычно, Михаил Игуренков. Рад приветствовать вас на этом канале. Ну, в общем, наступило у нас воскресенье, вот у нас впереди новая ММА-неделя. Конкретно на этой, которая еще не прошла, ее все не было, был ПФЛ, о чем я сейчас тоже выскажусь, да. Но предстоящая нам, конечно же, несет ненамерной хоть и турнир, но достаточно интересный, где будут конкурентные всевозможные противостояния и так далее, да. Где есть кэфчики, где есть ставочки, об этом, в общем-то, тоже сейчас будем разговаривать. Короче, суть подкаста будет какова. Во-первых, вкратце в двух словах расскажу про ПФЛ. Во-вторых, дам предварительный прогноз на мейн-ивент этого турнира. Вот, у вас будет возможность в комментариях под этим подкастом, во-первых, конечно же, высказать свое мнение, согласны, не согласны, какие-то свои мысли, если хотите. Плюс вы имеете возможность проголосовать на то, за то, какой поединок будет дополнительно разобран в итоговом подкасте после процедуры официального взвешивания. То есть, вам достаточно просто написать пару, например, Тернер Грин, Фонд, Фигуреда, Брэдди Гестелум, то есть, как бы, и я, в общем-то, то противостояние, которое уберет больше голосов, дополнительно разберу. Вот. Ну и, в общем-то, также я хочу напомнить, что этот турнир у нас заканчивает текущий сезон турнира прогнозистов. То есть, если вы подписаны на меня в Телеграме, вы видели, что перед каждым турниром я выкладываю, скажем, такую таблицу. Да, так и на подписан турнир прогнозистов, где вот сейчас осталось три участника, они как раз-таки финал доигрывают, вот, последний ивент будет, после которого будет, ну, не на китайском турнире, а на номерном будет запущен следующий сезон. Ну, вот, если хотите принять участие, то, опять-таки, это может сделать любой желающий, если хотите ознакомиться с условиями, залетайте в Телегу, спрашивайте, там, соответственно, на все вопросы на ваши отвечу. Вкратце, здесь параллельно, сейчас смотрю немножечко за Counter-Strike, но, опять же, что на Телегу подписано, не знаю, что я там достаточно много меток всяких, публикую мыслей и все остальное. Теперь давайте по поводу ПФЛ. Просто отдельные отчетные подкасты записывать по поводу этого турника не буду, ни того веса, ни того характера, но некоторые мысли свои выскажу. Ну, давайте, наверное, сначала прогноз по мейн-ивенту, потому что это все-таки, наверное, основное, что кого-то интересует. А пока мне вам интересного здесь сказать на самом деле ничего, потому что фаворитом идет Арман Царукян за 1,3. Вот, понятное дело, что ставку на Биенила Дарюша я не рассматриваю, во-первых, там, из-за неких проблем с кардио, там, да, плюс последнее у него все-таки противостояние закончилось поражением досрочным в первом раунде, да. И, как бы, это все в любом случае, как бы, ну, не особо сильно склоняет к тому, чтобы ставить на него. При этом Буки в основном склоняются к тому, что поединок получится затяжным на данный момент, типа, на ТБ 3,5, чтобы закончиться четвертый раунд, видел КФ что-то, типа, там, 1,57. И, в целом, этим я со всем согласен. Пока росписи никакой не вижу, мне особо вам и сказать нечего. Вот, поэтому, да, Арман Царукян с большой долей вероятности победит. Да, поединок, скорее всего, получится затяжным. Но я просто посмотрю и выберу, там, например, какую-нибудь ТБшку вплоть до полного боя или какую-нибудь хитрую ставку из росписи. В общем, в любом случае, по мейн-ивенту буду определяться уже после взвешивания, когда появится статистика, там, когда можно будет что-то еще интересное приглядеть. И все в таком духе. Вот, в общем-то, как-то так. Теперь, что касаемо ПФЛ. Просто закончился турнир. Опять же, там было тоже некто изрядное количество бесплатных прогнозов. Но давайте по порядку. Первый поединок я скипнул, второй тоже, третий, соответственно, тоже. Начинался у меня, кажется, именно со ставок с противостояния Хесуса Пинеда против Гарриэля Алвиса Браги. Здесь у меня был прогноз на Брагу. Они были примерно шли плюс-минус по-равному. Хотя там, в моменте, можно было Брагу за двушку забрать на марафоне. И прежде всего я забирал его, склоняясь к тому, что он, ну, передышит своего оппонента по кардиуму. Даже если будут испытывать какие-то проблемы в начале. Он проиграл, по сути, первый-второй раунд. Хотя первый там был под вопросом. Но, опять же, там, за счет, там, концовки и всего остального, все-таки Пинеда, скорее всего, забрал. И вот в третьем должно было начаться все веселье. Но, как бы, все закончилось в начале третьего раунда. Смогли бы Брага перевернуть ход боя и так далее, это уже мы не узнаем. Проиграл поединок достаточно. Есть ли вопросы к остановке? Вопросы есть. Но, опять же, как бы, не создавай предпосылок к этому и ничего не будет. Поэтому как-то так. На Деррика Брансона и Рея Купера третьего. Здесь я дал ставку на ТБ. ТБ 2,5. Закоэффициент более чем достойный. Выше двушки. Примерно как поединок шел, так и предполагал. Что Брансон просто его габаритами задавит, залежит. И так и получилось. При этом Брансона банально где-то тупо кардио не хватало, чтобы взорваться и забить своего противника. Поэтому все очевидно. Кайло Харрисона спинлетт я давал бесплатный прогноз. Давал опять GTB. Два раунда предлагали за 1,75. Своими клиентами я метканул дополнительную ставку еще и на полный бой. Там коэффициент выше двушки. Мотивируя просто тем, что вы в подкасте слышали. Кайло Харрисон досручит. Те, кто в партере ничего не может, кто умеет что-то там в плане борьбы и работы на земле, те без особо каких-то проблем доживают. Что, в общем-то, а спинлетт нам и продемонстрировала. На импу Касанганая с Джошем Сильверио тоже давал ТБ. На ТБ 2,5. На два раунда давали 1,85. Они добились вообще до решения. Вот. Поэтому как бы вопросов нет. Магомеда Магомед Керимова с Адибуси. Поединок меня ни в коем образе никак не интересовал. Но опять же, я этот поединок условно бесплатку разбирал. Рекомендовал забрать просто победу Магомеда Магомеда Керимова в двойничке со ставкой на Оливера Убина-Берсия. И этот двойник давал общий коэффициент выше двушки. Так что здесь, в общем-то, все прекрасно. Прокол у меня случился в поединке с Ларисом Пачеком и Марией Мохнаткиной. Причем лично я сам. Лично я сам. Чуть более, скажем так, вгрузился посильнее в ТМ-ку в поединке Ларисы Пачеком против Марины Мохнаткиной. Поединок дошел вообще до решения. Поэтому, скажем так, здесь пролетел. Наринана Феррера с Денисом Гольцом давал ТБ. Полтора, то, чтобы зайдет второй раунд. Ну, и Оливера Убина-Мерсия я уж там метковал как мог. И берите и Оливера Убина-Мерсия вместе с Магомед Керимовым. Двойник. И полный бой. Там за 1,9. И там Оливера Убина-Мерсия решением. И с каким-то тоталом и так далее. Я дополнительно в конце забирал просто победу Оливера Убина-Мерсия решением. Короче, все залетело. В общем, в целом турнир получился очень удачным. Меня радует, что я дал. Ну, получается в целом, можно сказать, 3 бесплатных прогноза. Это ТБшка на ЛЭД с Харрисон. Это двойник Оливера Убина-Мерсия и Магомед Керимов. И это полный бой, соответственно, на мейн-ивент, который тоже залетел. Спасибо большое всем тем, кто отблагодарил. Вот, нашлись такие подписчики. В том числе и из числа клиентов. Вот, спасибо большое. Постараюсь и дальше вас радовать качественной аналитикой. Ну, а на этом, в общем-то, все. Пока сейчас сяду предварительно разбирать весь карт для клиентов. Опять же, по всем вопросам. Welcome to Lichka. Все. Всем всего хорошего. И пока-пока.